Приветствую вас. Давайте подумаем с вами над тем, как можно ответить на ваш вопрос. Во-первых, если вы пришли погадать, если вы хотите погадать, то вам нужно обратиться в соответствующий раздел, где вам погадают, где вам нагадают, где вам предскажут будущее и так далее. Это первое. То есть тут, если вы обратились именно к физоперикам, то вопрос лучше адресовать тоже именно им, к физоперикам, а не к психологам, как вы это делаете сейчас. Это нужно понимать при дальнейшем восприятии моего вопроса, ой, моего ответа, потому что каждый эксперт отвечает в зависимости от своей профессии. Соответственно, вы говорите, что ваш молодой человек изменился и стал к вам другим. Соответственно, если молодой человек изменился по отношению к вам и стал к вам другим, значит, у этого есть какие-то, вероятнее всего, причины. А я бы хотел, чтобы вы эти причины отморались бы уловить. Какие они, что из себя представляют, почему они стали возможны и так далее. Это очень важный момент, если мы говорим о том, чтобы помочь вам понять, что будет дальше. То есть то, что дальше будет, напрямую зависит от того, какова природа, причин, по которым мужчина стал к вам относиться иначе. Далее, очень важно то, как вы сами воспринимаете то, что происходит. То есть какое значение для вас имеет эта ситуация в целом. именно для вас какое значение она имеет сама ситуация. То есть почему вы воспринимаете ее, эта ситуация, именно так. Чем она для вас критична? Вот. Это тоже очень важный момент, по крайней мере, для того, чтобы понять, насколько вы погружены в отношения, насколько вы зависимы от них, от них, от самого мужчины и так далее. Это тоже очень важно. И вот уже исходя из всех этих вещей, исходя из всех этих нюансов, можно будет сделать вывод относительно того, как и что с вами происходит. Если вы в отношениях вовлечены довольно серьезно, крупно, если вам без молодого человека очень тяжело, и вы, например, в последнее время стали чересчур много уделять ему своего внимания, чересчур много стали уделять ему своего времени и так далее, значит, на это были и есть причины. И вот именно об этих причинах я и хотел бы, чтобы вы подумали, как и почему вы стали иначе воспринимать своего мужчину, если это действительно так. То есть, если вы действительно мужчину начали воспринимать иначе, то почему? Почему это стало возможным? Из-за чего это стало возможным? По какой причине это стало возможным? Это тоже очень важный момент и важный нюанс, о котором нужно подумать. И то, что будет дальше между вами во многом зависит именно от этих моментов. Во многом зависит именно от этих тонкостей. От того, как вы будете вести себя с мужчиной. Не как он будет вести себя с вами, а именно как вы будете вести себя с ним. От этого зависит ваше будущее как пары. теперь теперь вам нужно для себя определить к какому именно специалисту вы хотите обратиться, какую именно помощь вы хотите получить от специалиста и от какого специалиста какой специалист вам нужен. И уже в зависимости от этого в зависимости от этого от вашего выбора можно будет работать. Если психолог, то соответственно это одно. Если эзотерик, то соответственно это другое. но в любом случае так или иначе нужно будет этим разбираться или ибо объективно оставлять проблему так, значит никак ее не решать, а значит она будет большому счету лишь только усугубляться. Становятся все более и более запущены пока обнадо это не дойдет до своего логического конца. Очень важно, чтобы вы подумали о том, что и почему мешает вам допустим принять возможный уход своего мужчины. Ну просто например предположим, что мужчина от вас уйдет. Почему для вас это страшно? Чем для вас это грозит? Для вас это грозит? И не это ли движет вас в сторону попыток удержать его? Не это ли движет вами в сторону того, чтобы узнать, что будет дальше? об этом тоже я рекомендую вам подумать, потому что это очень важно тоже исходя из этого выстраивать свою дальнейшую модель поведения. на этом я думаю можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен, надеюсь, что он поможет вам выйти из этой ситуации с меньшими потерями. Если же у вас остались вопросы, то вы можете задать их мне в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.